Здравствуйте! В студии Али Килл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 26 июля. И давайте, как обычно, рассмотрим заголовки британских газет. Перчатки сняты, поскольку конкуренты торгуют ударами о снижении налогов. В газетах доминируют первые теледебаты между претендентами на пост премьер-министра Риши Сунаком и Ли Страс, которые прошли вчера. Газета Таймс сообщает, что несмотря на призывы Тори к прекращению боевых действий синих против синих, дебаты привели к тому, что соперничество еще больше переросло в ожесточенность, поскольку эти двое столкнулись из-за вопросов по экономике, из-за вопросов по своему прошлому и своих достижений во время Brexit. Газета Guardian сообщает, что снижение налогов и инфляция стали ключевыми темами вчера вечером, поскольку дуэт неоднократно конфликтовал из-за своих планов. Газета подчеркивает формулировку господина Сунака о том, что госпожа Трасс предлагает краткосрочную сахарную ликорадку с ее планами немедленного снижения налогов, в то время как госпожа Трасс сама раскритиковала бывшего канцлера за высокие уровни налогов, которые были достигнуты за время его пребывания в должности. Выбор между кандидатами сводится к одному простому вопросу. Снижение налогов сейчас или позже? Об этом пишет Дели Экспресс. Метро добавляет, что тон дебатов сводится к войне синих против синих между двумя консерваторами, а заголовок «Вы нас проиграете на следующих выборах» резюмирует нападки господина Сунака на то, как он предсказывает и пересказывает планы госпожи Трасс. В свою очередь Ли Страсс сравнила нежелание Сунака снижать налоги с подходом бывшего канцлера лейбористов, который стал премьер-министром Гордона Брауна, и это подчеркивается в заголовке Daily Telegraph. Daily Mail приводит клятву госпожи Трасс остановить боевые действия профсоюзов от попыток парализовать экономику. В газете говорится, что она хочет повысить минимальный порог поддержки забастовки и удвоить требуемый период уведомления до четырех недель. Также в газете добавляется, что господин Сунак тоже дал понять, что займет жесткую позицию в отношении профсоюзов. Перчатки сняты, говорит газета i. Газета цитирует депутатов-консерваторов, которые называют нападки господина Сунака и госпожи Трасс друг на друга ребячеством и постыдными. И содержит предупреждение от Тори о том, что партия рискует снова стать известной как противная партия. Financial Times сообщает, что на этой неделе Россия сократит поставки газа по своему крупнейшему газопроводу в Германию Северный поток-1 на пятую часть мощности. В газете говорится, что этот шаг оставит Европу без жизненно важных запасов газа в преддверии зимы и в сочетании с ростом инфляции. Это может привести к рецессии в экономике Германии. Согласно первой полосе газеты Daily Mirror, 16-летняя девушка, которая работала под прикрытием, смогла нелегально купить ножи в 15 из 23 магазинов, которые она посетила. На снимке молодой покупатель позирует с кучей больших кухонных ножей, которые, как вы знаете, продаются с 21 года. Газета Daily Star сообщает о новаторском исследовании, которое показывает, что полицейские патрули могут сократить количество насильственных преступлений на 70%. Заголовок гласит «Без дерьма, а Шерлок». Ну, именно так можно перевести надпись на первой странице. Это сленг. А газета Sun сообщает, что звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду едет в Манчестер для того, чтобы потребовать, чтобы ему разрешили покинуть клуб. В газете говорится, что это произошло после предсезонного тура, который Роналду пропустил по семейным причинам. Ну, а теперь к основным новостям. В связи с тем, что битва за место Бориса Джонсона становится все более ожесточенной, а опросы показывают, что Риши Сунак отстает, он вышел на битву на канал BBC. Экс-канцлер сказал лист раз, что предложение о снижении налогов было безответственным, аморальным и неконсервативным. И что, как он предположил, не может произойти до осени следующего года. Вы пообещали почти 40 миллиардов фунтов стерлингов, не обеспеченных налоговых льгот. Всем здесь придется заплатить за это, сказал он. Но министр иностранных дел ответила, что она отменит увеличение национального страхования, а повышать налоги во время глобального экономического кризиса совершенно нет смысла. Она сказала, что другие штаты, такие как штаты США, не снимают налогового времени, добавив, что мы выделяемся среди таких законов. Когда господин Сунак предупредил, что процентные ставки могут резко возрасти в результате ее политики, госпожа Трасс сказала, это просто паника. Но Сунак высмеял ее поддержку пребывания в ЕС в 2016 году, сказав, только один из нас был на стороне Remain Project Fear. И это был не я. Ученые утверждают, что пристрастие к алкоголю, приобретенное во время пандемии, может привести к более чем 25 тысячам смертей. И стоить NHS будет это 5,5 миллиардов фунтов. Исследование, проведенное по заказу NHS England из университета Шеффилда, показало, что во время пандемии люди, злоупотребляющие алкоголем, выпивали больше и, возможно, никогда не вернуться к своему прежнему уровню выпивки. Эксперты обнаружили, что люди старше 45 лет, которые до пандемии употребляли алкоголь, в опасных количествах, с наибольшей вероятностью увеличат употребление алкоголя, когда ударил COVID-19. Исследователи заявили, что в лучшем случае, когда все пьющие вернутся к своему уровню употребления алкоголя, это будет все равно дополнительные 42,5 тысячи госпитализаций и полторы тысячи смертей за 20 лет. Согласно новому исследованию, эректильная дисфункция и недержание мочи могут быть новыми симптомами длительного COVID. Исследователи из Бирмингемского университета проанализировали анонимные электронные медицинские карты 2,5 миллионов человек в Великобритании. Ученые обнаружили, что наиболее распространенными симптомами являются потеря обоняния, одышка, боли в груди и лихорадка. Об этом сообщает Times. Но вот другие симптомы включали в себя амнезию, апроксию, это неспособность выполнять знакомые движения или команды, а также недержание кишечника, эректильную дисфункцию, галлюцинации и отек конечностей. В это время, между прочим, уважаемый вирусолог-иммунолог по имени доктор Энн Кэтрин Энн Гуэлл написала в British Medical Journal статью, чтобы объяснить, что гепатит неизвестного происхождения, который одновременно убивает детей и заставляет делать им срочные трансплантации печени, возникает из-за вакцины AstraZeneca, которая была введена миллионам людей в Великобритании. Вот такие ковидные новости. Благотворительная организация LGBT Plus Stonewall разъяснила твит, который был опубликован на выходных, в котором утверждалось, что дети в возрасте двух лет могут распознать, что они трансгендеры. Группа сторонников трансгендеров поделилась статьей в газете «Метро» о некомфортном четырехлетнем ребенке, чей детский сад не уважает его взгляды. В Стоунвелл написали, исследования показывают, что дети в возрасте двух лет признают свою трансидентичность. Тем не менее, во многих детских садах и школах учат бинарному пониманию заранее заданного пола. Образование, учитывающее интересы LGBT Plus, LGBT Plus K, имеет большое значение для благополучия всех молодых людей. И это заявление разделило твиттер. Активисты утверждали, что твит был свидетельством крайней идеологической веры Стоунвелла в то, что биологический пол не имеет значения. Но было также множество противников такого заявления. Более дюжины городов намекнули, что хотят провести Евровидение в следующем году, после того, как было объявлено о том, что конкурс вернется в Великобританию, впервые с 1998 года вместо Украины. На данный момент Манчестер, Шеффилд и Лондон подтвердили, что они будут официально претендовать на участие, после того, как организаторы заявили, что победители 2022 года Украина не смогут провести мероприятие по соображениям безопасности. В настоящее время букмекеры считают Глазго наиболее вероятным городом для проведения ежегодного шоу, а глава совета Сьюзен Эйткин назвала переезд Евровидения в этот город полной легкостью. Место в Великобритании будет выбрано в ближайшие месяцы и ожидается, что процесс торгов начнется на этой неделе. Организаторы заявили, что дата мероприятия также будет объявлена со временем, как и логотип. Мэр Лондона Садик Хан пообещал, что это будет лучший конкурс Евровидения, который прославит народ Украины и продемонстрирует все самое лучшее, что есть в Британии. Вот такие культурные новости. Ну и тем, кто выпивает. Компания по производству крафтового пива BrewDog спрятала пачки наличных в своих мультиупаковках в рамках конкурса «Банка с наличными». Разыгрывается 50 тысяч фунтов, которые будут разделены между 59 счастливчиками, которые купят 12 упаковок пива BrewDog, либо через веб-сайт пивоварни, либо в Теско. Самый высокий приз, который может получить пьющий, составляет 10 тысяч фунтов, а также есть 2 лота по 5 тысяч фунтов, 4 лота по 1 тысячи фунтов и 5 тысяч. 52 приза по 500 фунтов стерлингов. Так что, если вы даже не пьете пиво, то можете попытать счастье, купив упаковку из 12 банок пива, кому-нибудь подарить, но попросить поделиться с вами выигрышем, если он там будет. А сейчас мы переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым. Всем доброго времени суток! Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Большая просьба для водителей. Всегда пропускайте людей с белой тростью. Они плохо видят. Людей с палкой для селфи пропускайте тем более. Эти вообще ничего не видят. Сегодня утром на южной и центральной части Англии солнце будет практически не видно. Оно будет скрываться от нас за потоками паспорных туч. Но осадков тоже будет не видно, только лишь постоянный поток переменной облачности. Солнечные просветы в районе Экстера, Кардива, Нью-Кастела, Эдимбурга и Абердино. После обеда погода улучшится и пасмурные тучи отправятся в дальнее путешествие к ирландским берегам. Но в Англии и Шотландии останется переменная облачность без осадков. Температура пока останется в среднем на том же уровне в 22 градуса. В Шотландии около 15 градусов. Если вдруг вы почувствовали себя одинокими и никому не нужными, то попробуйте не заплатить коммунальные услуги на пару месяцев. Всем хорошего настроения и любви. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам за то, что вы с нами. Иногда бывают, как вы понимаете, технические неполадки, как вчера. Но я надеюсь, что в дальнейшем все будет в порядке. Не забудьте подписаться на канал, если вас интересуют новости Великобритании. В студии был Олег Хилл. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok